Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем стих 109-го Псалма, 4-й стих. «Клялся Господь и не раскается, Ты священник вовек по чину Мельхиседекову». «Клялся Господь и не отречется от своего слова, не заберет его назад, Ты священник навек по чину Мельхиседека». Эти слова потом повторяет апостол Павел, когда речь заходит о священстве Иисуса Христа. И для нас очень важно понять, как христиане читают Ветхий Завет, как он открывается сквозь призму христианской веры. Это очень загадочный текст, и имя Мельхиседека очень загадочный образ. Он упоминается дважды. Он упоминается вот здесь в 109-м, 110-м Псалме и в книге «Бытия» в 14-й главе. В книге «Бытия» рассказывается о том, что Авраам в какой-то момент ввязывается в мировую войну, по сути дела, в которой участвуют различные цари Месопотамии. И он одерживает победу в этой войне и заключает союз с царем Содома. И они вместе делят добычу, кому что достанется. И вдруг в повествовании об этом договоре с царем Содомским помещается небольшой кусочек, вставка. 18-й, 20-й стих – это вставка, которая потом отчасти объясняет содержание 21-го стиха, но очень видно, что это позднейшее добавление, которое содержит в себе какое-то очень древнее пророчество. Царь Салимский Мельхиседек приносит хлеб и вино. Он священник, он служитель Бога Всевышнего Эль-Элеон. И он благословляет Авраама такими словами. «Да благословит Авраама Бог Вышний, Создатель неба и земли. Благословен Бог Всевышний, что врагов твоих предал в руки твои. И Авраам дал Мельхиседеку десятину, то есть 10% в десятую часть своей добычи». Это очень таинственный образ, и прежде всего его имя указывает на его таинственное происхождение. Он царь, Мелек – это царь, Цедек – это правда или правосудие. И, скорее всего, он является священником Бога правды. И для христиан это тоже очень важный титул, потому что это один из титулов воскресшего Христа. Бог правды, солнце правды. Другой момент, когда встречается похожее имя, мы находим в книге Иисуса Новина в 10 главе. Там упоминается имя таинственного царя Иерусалима – Адонаи Седек. И опять же тот же самый образ правды, праведности, правосудия, мой господин. Что указывает, что действительно Мельхиседек или воспоминания о нем остаются живым на протяжении всей истории народа Израиля. Но вместе с тем оно окутано какой-то тайной. Происхождение его неизвестно. Место, где он является одновременно и царем, и священником – Салим – тоже остается загадочным. Хотя в одном из псалмов ясно говорится о том, что Салим связан с горой Сион. И поэтому Салим – это Иерусалим. Однако имя еще не названо. Точно так же, как и Бог Всевышний назван Эль-Элеон. И имя его еще не открылось. Здесь оно откроется чуть позже пророку Моисею, но уже совершается служение этому неведомому Богу, Богу правды, истинному Богу. Мельхиседек выходит с хлебом и вином. И то же вино, как более благородный напиток, чем вода, указывает на его священческое и царское достоинство. И самое главное то, что Мельхиседек является служителем Бога, который является творцом неба и земли, и поэтому господином всей вселенной, господом-вседержителем. И для того, чтобы обосновать власть кого-то, кто одновременно является и первосвященником, и царем, слагается песнь, куда вплетается древнее пророчество. Это то, что представляет собой 109-й псалом. Этот псалом возник именно как ада, как торжественная песня, новошествие на престол. И этот псалом очень любили в эпоху Хасмонеев, династия эллинистического Израиля, которая правила Иудеи во II-I веке до н.э. Они сами себя называли священниками Бога Всевышнего, но это были правители. И поэтому непонятно, то ли для них мог быть написан этот текст и эта песня на интронизацию одного из них, либо они только вдохновлялись какими-то древними пророчествами и применяли слова этого псалма к себе. Здесь мнения экзегетов расходятся, вопрос остается открытым, тем лучше для нас, потому что в христианской перспективе мы увидим нечто совершенно другое. И еще маленькая деталь, которая возникает в эпизоде с Мельхиседеком, это вопрос о десятине. Вообще, десятина в Месопотамии была очень распространенным явлением, и частные лица и народы платили дань или приносили дары в виде десятой части собранного урожая, либо первых плодов. И эти дары приносились царям, приносились на содержание храма, как некая подать, налог, такса. И в разные эпохи ведутся споры о том, нужно платить или не нужно, кому, в каком размере. По крайней мере, мы находим это в книге Малахии, и эти споры не угасали. И поэтому воспоминание о том, что праотец Авраам, наш предок, родоначальник народа, уже платит дань первосвященнику и царю Иерусалима, служило для ветхозаветных пророков обоснованием того, что и потомки Авраама тоже должны платить дань, приносить жертвы на содержание храма. История Мельхиседека получила колоссальное дальнейшее развитие в самых различных контекстах. Например, в самарянском предании встреча Авраама и Мельхиседека произошла не на горе Сион, а на горе Горизим, где был храм самарян. И поэтому она связана с другой священной топографией. В рукописях Мертвого моря для кумранской общины Мельхиседек является небесным персонажем, небесным царем и первосвященником. И поэтому неким небесным прообразом того священства, которое должно по-настоящему служить в храме. В славянской книге Энуха в апокалипсисе говорится о том, что Мельхиседек родился от женщины, но у него не было отца. И поэтому это таинственный персонаж, который жил еще до потопа. И поскольку его происхождение таинственно, исчезновение его тоже таинственно, это означает, что однажды в конце времен он вернется для того, чтобы установить истинное священство. Таким образом, весь комплекс представлений о какой-то последней божественной справедливости, как некое противоядие против лжи, которое окружает человека в его земном бытии, как последняя надежда возникает этот образ праведника Мельхиседека, который однажды вернется и поэтому это становится само собой разумеющейся образом мессией. И поэтому апостол Павел цитирует этот псалом и это пророчество применительно к Иисусу Христу. И, конечно, хлеб и вино становятся символами и пророчеством о таинстве Евхаристии. Но все-таки, если прочитать этот псалом не в свете исторической критики, когда мы пытаемся привязать его к событиям царствования Хасмонеев, например, или каким-то другим обстоятельствам, а если представить себе, что Библия – это слово о Христе, и поэтому все, что там говорится, говорится об Иисусе Христе, о истинном Мессии, который совмещает в себе и царское, и священническое достоинство. Апостол Павел в пятой главе противопоставляет священству Христа всем видам земного священства. И главное его достоинство в том, что никакое священство, рожденное на земле, учрежденное как земная институция, не может человека избавить от таков страха смерти. Но священство Христа обладает этой властью и этой силой. Но был ли Христос священником? Никогда. Потому что священство, как и царство, в нашем понимании, это социальная институция, и поэтому категория социологическая. Священники – это определенное сословие, социальное сословие, точно так же, как и цари. И для нас, и для Древнего Израиля тоже. Поэтому священниками становились люди, которые были потомками Аарона, они из рода Аарона, и поэтому они назывались священниками по чину Аарона. У Мельхиседека нет генеалогии, нет потомства, и поэтому такого чина Мельхиседека нет и быть не может. Что, собственно, указывает на то, что происхождение священства Христа и его царское достоинство, оно не от мира сего. Христос действительно о себе говорит «я царь», и точно так же он мог бы сказать о себе «я первосвященник», но царство, как и священство его, не от мира сего. И если слово «священник» применить к Иисусу Христу, нам очень трудно оторваться от наших социологических коннотаций, но если вдруг абстрагироваться от социологии, то применительно к Иисусу Христу слово «священник» означает только одно – «воскресший» и «Господь». Это кажется очень странным, очень неожиданным и, может быть, лишенным смыслом. Но это единственное понимание, которое обретает это пророчество, применительно к личности Иисуса Христа. Поэтому, когда христианин читает это древнее пророчество, фактически это является его исповеданием веры в то, что Христос воскрес. «Священник» по чину Мельхиседека означает только одно – «Иисус воскресший Господь и Царь». И поэтому вот так самые неожиданные места Библии, даже просто имя Мельхиседек, в действительности является лишь неким символом, пророчеством, которое обозначает какую-то непостижимую, неслыханную, невероятную и невозможную реальность – воскресение Христа. Ирине Леонский говорит, что Христос, придя на эту землю, принес с собой все новое. Поэтому его воскресение – это тоже нечто абсолютно новое, и поэтому это так трудно вместить, понять, и одновременно это самое важное. Самое важное в христианстве – это воскресение. И это не просто какая-то богословская теория. Это совершенно другой образ мышления, восприятие реальности, который значительно отличается от логики, которой мы привыкли жить в повседневной жизни. Поэтому, читая Ветхий Завет, самое главное – это не изучать его, а размышлять над ним, так, чтобы язык древних символов, древние имена становились для нас символами, которые указывают на самое главное в христианстве, на воскресение Христа. Мы не занимаемся реконструкцией давно прошедшего прошлого, мы не конструируем какую-то богословскую систему. Для нас самое главное – прорваться к источникам, источникам христианского благовестия, читать Ветхий Завет так же, как его читал апостол Павел и первое поколение христиан. На портале «Экзегет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует...